И вот Гиггс сейчас, он разбирается с Евсеевым, бьет Евсеева. Гиггс бьет Евсеева локтем в ухо. Я это прекрасно видел. Но, прямо скажем, что падение Евсеева не соответствует силы удара. Гиггс так обозначил удар. Едва коснулся, может быть, головы Евсеева. Но, тем не менее, жест был. Вот, смотрите. Нет, ну и, посмотрите, достаточно сильно. Ни смертельный удар, ни нокаут. Но так принято. Так принято в футболе. Так принято в футболе в таких эпизодах падать с тем, чтобы сакцентировать. Обратить внимание арбитра на то, что был удар по лицу. Ой-ой-ой-ой, тут что-то летит с трибун. Летят с трибун какие-то предметы, которые едва не попадают в бокового арбитра. Вадим Евсеев уходит с поля. Судья не видел этот эпизод, но видел эпизод, совершенно очевидно, боковой арбитр. К лежавшему на газоне Евсеева подбежал Харцен и начал упрекать. Было видно нашего футболиста, что что-что делаешь, это же стимуляция. Но, повторяю, все мы видели, удар был. Удар был. Судья показывает португальский Евсееву, во-первых, что входить в игру сейчас пока нельзя. А потом Евсеев рвется на поле. И вот теперь ему войти в игру разрешают. А перед этим арбитр из Португалии Евсееву показал, что нет. Что я ничего не видел. Во всяком случае, никакого нарушения со стороны Викса и дисциплинированного поведения и хамства, скажем так, он не зафиксировал. Вот еще одно нарушение. Мостового. Еще сейчас не хватало, чтобы Мостового удалили с поля. Он отталкивает. Валийца. После этого Мостовой еще оттолкнул и судью. Ребята, ну нужно, нужно сдерживать себя. Нужно сдерживать себя. В этом матче решается все, но есть еще и второй матч в Гардифе. И нельзя, и так уже серьезные потери мы несем. Обозвращаясь к эпизоду вот между Евсеевым и Диксом. Потом уже, когда Дикс вернулся на поле, там отобрал мяч у Евсеева. Помните, тут комбинация Евсеева с Гуси?